Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бэт Плея, это подкаст номер 7, счастливое число, и мы его пишем с Дмитрием Фишманом... Фишманом? Дмитрием Фишманом Полищуком. Отлично. Дмитрий Фишман Полищук, давай начнем с самого простого вопроса. Давай. Почему Фишман? Вот я... Может быть тебе его задавали, я не знаю, я просто не смог нарыть, но многие говорят рыбак, 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 хотя вроде как похоже на Спайдер-мен, типа Человек-рыба. Фанат Марвел? Ненавижу рыбалку. Пару раз ездил, летом комары кусают, зимой холодно. Не знаю, почему люди любят рыбалку, очень сложно понять. Фамилия у меня Полищук, щука, вот такая вот рыба. И мне папа в детстве сделал мыло Фишман. Мыло? Мл, ну почту. Мл, ну и где-то с тех пор у меня были еще какие-то другие никнеймы, но в целом... В общем, тебе понравилось Фишман. Ну да, да. Надо же, я хоть и волк, но что-то слово мыло, почему-то мыло представил, не знаю, что-то не так. Ты у нас гражданин Белоруссии, правильно? Да, правильно. Кстати, вот как правильно, Белоруссии или Белоруссии? Потому что я знаю, многие белорусы обижаются вот на какую-то из версий. Я, честно признаться, боюсь кого-то обидеть. Как правильно, Белорусь или Белоруссия? Ну, меня ты не обидишь. Это знаешь, как в Белоруссии, ну именно внутри нашей страны, принято, что даже в русском языке есть только Белорусь. Или что-то такое. А именно в русском языке, в России, есть Белоруссия. То есть это как, не знаю, ну, в общем, разные страны, разный русский язык, вот. Ну и в целом так и так правильно, я считаю. Ты всю жизнь просто путался, как правильно, вот. Да, я сам путаюсь, потому что у меня как-то... Как у вас там дела с этим вирусом несчастным? Я еще с белорусскими не беседовал. Я вот все с украинцами, да с русскими на эту тему общался. Вот как там в Белоруссии коронавирус и как он тебя задел, не задел там? Все ли хорошо? Ну, сейчас у нас все лучше с коронавирусом. У нас больницы уже стали лучше, ну, больше мест стало. Вот, люди выздоровели, сейчас в 10 раз меньше уже по статистике начинают болеть коронавирусом. Вот, на сегодняшний день 100 человек в среднем, а раньше было 1000 в среднем. Вот, то есть все лучше. И это, то есть не Fake Info. У меня знакомые работают с врачами и говорят, что реально стало людей мало болеть. Ну все, это сейчас все таблоиды. Игрок, киберспортсмен из Белоруссии рассказал про коронавирус, что все хорошо там и так далее. Да, приезжайте в Белоруссии. Отлично. Мои границы открыты всегда были. Отлично. Я наткнулся на твое старое интервью с Немига Гейминг на их канале, где ты сказал такую фразу, что ты лучший игрок в Белоруссии на букву F, но после Фанстера и Фанни Пипла. Правильно я их произнес? Да, да, все правильно. Кто это такие вообще? Я вот не знаю кто это. Это просто какие-то твои друзья Пабера или это какие-то тоже ХММР парни, которые пробиваются? Фанстер это парень, который играл в Немиге раньше, до меня. Он был первым человеком в Белоруссии, кто присел на зарплату, скажем, и собрал команду белорусов. Вот, то есть до этого у нас не было организации, ну кроме Power Rangers, но там были разные игроки. Это легендарная команда. Да, да, легендарная команда. И вот Фанстер собрал свою команду в Немигу, и это вот Фанстер. Сейчас он уже не играет, но вроде бы то играет, то не играет, непонятно. То есть Фанстер это человек, который по сути был первопроходцем Немиги. Да. А funny people это фрик, про доты. Я в про доте не сидел, но он в Беларуси именно известный. Он мне там часто пишет, просит в команду взять психологом или тренером какие-то там энергии, там всевышние силы, там ему помогают. Он узнает, как выиграть интернешнл. Каждую неделю мне пишут, типа, давай выиграем интернешнл, возьми команду, соглашусь на 1000 долларов в месяц, там что-то такое. Это всего лишь, ну, за победу на TI. Он говорит, я вижу, я знаю, короче, интересный персонаж. Может он познал дзен. А вообще, в целом, эта фраза была, конечно же, очевидна. Ну понятно. Мне просто было интересно, что за парни такие. Вроде как ты так их смело назвал, а я даже про них не слышал, но я вообще такой... Но у них у обоих по 6к есть, так-то. А, ну это уже в два раза больше, чем у меня. Хорошо. У тебя какой ММР-то сейчас, кстати? Вот я вроде как ты там хвастался, что у тебя 9к, да? Не опустился, так и осталось 9к. Ну у меня там 8-900. Ну вот смотри, так получилось, что у меня была цель. Апнул 9000, я очень старался. Прям потел, разговаривал в паблике, там, с кристаллисом пати играл. Прям максимум средоточенности и так далее. Вот. И вот я опнул 9000, у меня как-то средоточенность и мотивация прям суперсильно потеть, но эту энергию тратим на паблик, у меня пропало. И я пошел на свой смурф. У меня есть смурф 8400. Вот. Или 8300, или 8200. Неважно, я не знаю, какая разница. В общем смурф. Который, в принципе, тоже там топ 200, грубо говоря. Вот. И я играю по настроению. Хочу потею, хочу не потею. Хочу пикну героя, которого я никогда не умел играть и, может быть, это хороший герой. Допустим, сейчас я там тещу Леонов, Визажей, Undyne. Ну, Undyne хорошо играл. Ну, в общем, Ченов. Ну, в общем, героев, которых я не суперуверен. Вот. И стараюсь играть вообще на всех героях, чтобы понимать силу. Это такой хитрый ход, чтобы люди не банили их, да? Да, ну, это скорее вложение в себя. Потому что какая разница, какой у меня рейтинг, я просто хочу развиваться. То есть паблики для меня это не какой-то рейтинг, но мне все равно. Я хочу, ну, вот сейчас я сосредоточен на том, чтобы расширить пул, чтобы у меня было больше каких-то знаний. Я типа могу, я сейчас уверен, что я могу пикать, там, не знаю, Бэйна, Undyne, там, не знаю, еще пару героев, скажем так, не буду их называть. И метить топ 90, топ 100 и плюс-минус не уходить. Но зачем? В какой смысл? Если я хочу пикнуть CM-ку и проиграть игру, у меня все равно проиграю, ну, или Лили Шерка на пятерку, которая не самая сильная, но flexible герой, которого можно тоже, в принципе, пикать. А вот скажи, у тебя вот фейк ты завел, ты его завел именно с этой целью. Ты можешь пойти там на фейки, на CM-ке, которые ты плохо играешь, и есть вероятность, что ты игру проиграешь просто. То есть ты, ты же попадаешься там с другими ребятами, которые потеют на мейнах, скажем так, а ты зашел под фейком и осложняешь им эту игру. Ну, я правильно понимаю? Ну, смотри, я так баланшу свой рейтинг. Типа, у меня рейтинг меньше, чем на мейне на 700. И, грубо говоря, за счет этого я сделаю все, что нужно от пятерки. Я сделаю максимум на своем герое, ну, по прочистке, ну, скорее всего. Вот. Но при этом я, не знаю, уменьшу тратить энергии, в первую очередь. То есть меньше там, может быть, войск говорить, что, в принципе, сохраняет мою энергию, чтобы, не знаю, больше КВшкам энергии осталось. Плюс могу пикнуть героев потестить. Вот я не умею играть, не знаю, но даже не знаю, какого героя не умею играть, на всех вроде как умею, но могу пикнуть героя, на которых у меня мало практики. Прям мало-мало. И вот я понимаю, что, возможно, я проиграю. Вот, допустим, я на Леоне не сильный игрок. Вот, не сильно. Но Леона апнули. Я вот сыграл 10 пабликов подряд. И, ну, сыграл какие-то плохо, какие-то нормально. И там 6 проиграл, 4 выиграл. И, в принципе, сделал вывод, вот, об героя, что герой, в принципе, рабочий, но нужно еще больше практики. И мне было все равно, выиграл я или не выиграл. Но я старался на максимум. Вот. Я вообще вижу, что хайммр паблики очень сильно отличаются от того, где я играю, например, именно по отношению к игре. То есть там даже субординация какая-то есть. То есть там вот заходят два игрока, там вроде как оба про-геймера, но один другому там по академии уступает, потому что там у него там статус выше или там рейтинг выше. Такое же есть, правильно, в хайммр паблике? Это совсем другая... Конечно. Но у меня пятерку никто не забирает обычно. Только... Я знаю много, заходят пятерок и оставляют мне пятерку. Не потому, что они меня, возможно, респектуют и думают, что лучше. Возможно, просто они понимают, что если я пойду в какой-нибудь мид или оффлейн, они получат минус 30. Вот. Потому что где-то с пяти камеры я играл только на пятерках. Ну, до шести. До шести камеры, возможно, еще поигрывал на всех ролях. Но потом я сосредоточился на одной. А вот сейчас патч 7.27. Вот пока мы не ушли далеко от темы. Работяга простым. На ком советуешь играть на пятерке? И вообще, как ты... Ну, давай начнем с героев. Вот сейчас, вот так, при первом приближении. Ну смотри, давай подумаем, что нужно сделать, чтобы выиграть игру на 5, ну, на 5,6 кмр. Вот самое простое действие, которое прям облегчит себе очень сильную игру. Выиграть линию. Окей. Если ты хочешь выиграть линию, то, скорее всего, какой-то Undying, может какой-то Bane. Может быть, не знаю, какая-то... Не, Rust-то, наверное, слабый герой. Oracle, Chen. В общем, я на этот вопрос люблю отвечать так, что главное играть на том, чем тебе нравится. И вот то, на чем тебе нравится играть, ты этого героя задрачиваешь и становишься на нем лучше и лучше. Главное, в доте получать удовольствие. Какой смысл апать рейтинг, когда у тебя 5к, если ты не будешь получать удовольствие? Ну, мотивация, например, у 3-4к игроков, они все уверены, вот и я в том числе такой же, они все уверены, что чем выше рейтинг, тем игры более правильные. Ну, правильно, да, так есть. Да, то есть в этом мотивация, допустим, 3-4к игроков поднимать рейтинг, чтобы вылезти из этого, как мы считаем, клоаки, токсичности, мидорфида, там, ну, ты понял, всего этого набора. И вот таким ребятам, вот, на любимом герое, говоришь, сыграть. Вот у меня есть любимый герой Мирана, но она сейчас вообще... Хороший герой, очень метовый герой. Он сейчас... Ты пикаешь на Миран на ФП на четверку и выигрываешь все игры на 4км, потому что это очень сейчас сильный герой и его пикают в компенсию. Вот и все, вот мы выяснили правильный. Я тебе скажу про... Давай, сори. Хочу рассказать теорию про рейтинг. Смотри, простая математика. За тебя 4 игрока. Против тебя 5 игроков. Если ты, вот, и ты жалуешься, что за тебя руинеры, но против тебя 5 игроков, за тебя 4, то если ты не руинер, то вероятность того, что против тебя руинеров больше. Соответственно, если ты играешь хорошо, на дистанции твой рейтинг вырастет. Конечно, тебя могут заруинить, разбить шмотки, но если ты играешь больше, чем на своем МР, тебе рейтинг растет на дистанции. То есть на дистанции стоили тысячу игр. Так это и работает. Но если ты на одном и том же месте стоишь и не можешь апнуть МР, то, скорее всего, ты просто не играешь больше, чем на этот рейтинг. Да, наверное, так и есть, кстати. Наверное, так и есть. Но ты, наверное, сейчас больше говоришь про винрейт. То есть, допустим, ты сыграл за всю жизнь 500 игр на каком-нибудь Timber Soul. И независимо от того, какие там патчи были за эти 6 лет. И у тебя винрейт на Timber Soul 70%, 60% 5%. Но ты не можешь на нем играть каждую игру, тебя бесит это. Но если бы ты на нем постоянно играл, каждый день, только на Timber Soul, ты бы поднимал свой рейтинг. Потому что у тебя винрейт, независимо от патча, он всегда держится. Ты бы поднимал свой рейтинг до того рейтинга, после которого ты уже не импактишь больше на своем Timber. То есть, ты, допустим, суперзот Timber, но ты дойдешь до 4 500 МР, и твоего Timber будет контрить. Потому что на 4 500 уже лучше контрять, чем на 3 500. Ну, допустим. То есть, все опирается в любом случае даже не в героев, по большей части получается, а в понимании игры. Все опирается в скиллы, конечно. Ну да, то есть, неважно, на каком герой ты играешь, если ты просто игру понимаешь недостаточно хорошо, ты будешь играть на том рейтинге, на котором ты ее понимаешь. Да. Ну, и все это понятно. По поводу, ты сказал, 10 пабликов на Леоне сыграл. Я не могу не спросить про 20 пабликов. Я понимаю, что тема такая, может быть, больная для тебя, может быть, тебя это бесит, раздражает, может быть, там еще что-то. Но так получилось, что вот когда произносишь никнейм Fishman, вот, лично у меня в голове, я, может быть, просто не до конца осведомлен, у меня в голове следующее, вот Fishman. Vegas Squadron, 19-й год, несколько лет, или там года полтора, в Немиге. И Рамзе Скрипочек, приди в мид, 20 пабликов в день. И новая пятерка Bait. Вот это примерно вот то, что у меня в голове, когда произносит никнейм Fishman. Я думаю, что у многих так же, хотя такое плохое утверждение. Ну вот, 20 пабликов в день. Во-первых, это, скорее всего, неправда. Или правда? Сколько ты в день пабликов играешь? Знаешь, я играю пабликов столько, сколько я хочу. Это я объясню. Обычно я играю пабликов 5-6. Вот я встаю утром, я сделаю себе режим, я встаю в 8-9 часов, вот, сделаю разминку, делаю себе завтрак, и включаю стрим, потому что мне стримы дают мотивацию стримить, ой, не стримить, а играть паблики больше, скажем так. Грубо говоря, вместе мне особо не мешает. И я играю где-то часа 4, в среднем, в среднем часа 4. Потом я делаю перерыв. Иду на улицу, я примерно раза 2-3 в день хожу на улицу, на полчаса-час. Потом у КВ, если у меня нет КВ, то есть сегодня паб-дей, то я отдыхаю часа 4-5 и играю потом еще часа 2-3. Но не больше обычно. То есть я не играю 20 пабликов и... Ну я просто, видимо, для красного слоса сказал 20 пабликов. Да-да. То есть, ну, я, возможно, на остальное время смотрю там какие-то реплеи. Хотя... Я почему спросил, потому что 20 пабликов в день, это же что? Это где-то примерно 10 часов. Да нет, это 15 часов примерно. Я в террасе... Я, в общем, был, вышел патч, я очень сильно хотел играть, я еще до этого отдыхал, по-моему, день не играл в доту. И я сыграл 14 игр, и у меня уже... Прям думаю, офигеть, 14 игр. Я себе, я думаю, наигрался, пипец. Я просто реально знаю, почему я, то есть, возможно, для многих фраза 20 пабликов в день действительно сразу показалось какой-то надуманный, вот, и там, рофлом. А я просто почему так спросил сейчас, потому что я реально знаю людей, которые играют по 20 пабликов в день. Я просто... Килл ТВ. Ну, я... Ну, это еще одного добавил, значит, в список. Вот, я помню, PSM такой был игрок, или есть до сих пор, не знаю, играет он сейчас или нет. Он когда в Na'Vi приходил, и после Na'Vi, он там, он прямо, вот, я помню, мы смотрели, он там прямо вот с утра и до поздней ночи прям играл, тренировался, там, что-то туда-сюда. То есть таких игроков я встречал, которые реально супер много играют, поэтому я и спросил, может быть, Рамзес там действительно реально и думал, что ты 25 пабликов. Ну, им повезло, на самом деле. У меня просто не хватает средоточенности, я стараюсь играть в Dota на полную силу, скажем так. Ну, кто ж... Блин, может, паблики, ладно, не на полную, но все равно я пытаюсь быть средоточенным. И спустя часа 4-5 я понимаю, что мне нужно сделать полчаса хотя бы перерыв или час, размяться, не знаю, там, потому что если я буду сидеть 10 по 10 часов подряд за компьютером в день, у меня просто спина отвалится, мне кажется, через полгода. И это не гуд. Ну, это правда, это правда. И я просто не знаю, я вот не знаю, я вот удивляюсь, как есть люди, типа, как Алоха Деннесс, он стримит по 10-12 часов, ну, раньше стримил, как минимум. Сейчас я вроде бы, он уже вроде бы не стримил, но я просто удивляюсь, я спрашивал, он не болит, ну, делать ли он разминку, у него, может, там, есть ли какие-то проблемы, он говорит, нет, нет проблем, и ничего у него не болит, Это пока. И разминку он не делает, я просто, не знаю, у меня вот, я, например, разминаюсь, у меня сейчас нет проблем. Молодец. Но у меня была проблема, у меня рука болела, но я проходил на процедуры, и уже не болит, и вот после этого я всегда разминаюсь перед кардом. Это была производственная травма или не связанная с компьютером? Это была, у меня был что-то там, какой-то нерв, нерв защемило в плече, это было на дистанции, то есть за полгода она все больше и больше, ну, начинала болезнь, ну, с каждой недели. Ну да, это как вот с какими-нибудь там чипсами, кока-колой, пока ты молодой пьешь, захлеб ты тоннами ведрами, а потом... И в общем, да, да. Тебе это что-то организм вспоминает. Я попил таблетки от воспаления, походил на процедуры, мне там какую-то штуку прикладывали, и у меня рука вылечилась. И с тех пор я как бы стараюсь как минимум разминаться, прям отжиматься там, приседать, спину разминать. Ты помнишь, ты помнишь, как ты влетел на просто сцену вообще? Да, помню, да. Это какая-то твоя первая команда самая в жизни была? Первая команда, где мне платить зарплату, или первая команда просто команда? Ну, бывает же команда без зарплаты, но они уже играют где-то. Именно вот ты собрался, и ты уже там ведешь какие-то квалификации, открытые, неоткрытые, вот такое. Блин, вообще сложно сказать, какая... У меня было две команды. Первая команда, там был состав Ромашка, Ергон, Пио-65. Казал, по-моему... Ергон, который в спиритах, Ергон. Да. И, по-моему, Хэппи Дюрара, по-моему. Хэппи Дюрара, который в Киберлегасе. Казал, Петушара. То есть такой вот состав. Тогда мы все были нонеймами. Это вот было белорусское наше... Блин, я, возможно, по какой-то ник перепутал. Сейчас я не верю. Ты столько назвал игроков, и я понял, что в Беларуси их очень много оказывается. Просто ты когда слышишь, ты не знаешь белорусов, ну, там, ты не знаешь флаги. А сейчас так ты называешь, ну, Пио-65 я знал, а вот Петушара, что белорус, я, например, не знал. Да, но... Наверное, свои... Хотя, вот это была первая команда, а потом... Более лучший результат у меня были с командой и командой. У нас была команда-команда. И там был Астрал, Смайли Найт, который в Империи. Астрал, который сейчас в Немиге. Ты говорил про него, что он очень крутая четверка. Я твое интервью смотрел, ты сказал, что ты его сам позвал, да? Я в Немиге всех... Первый ростер, самый Немиге, я сам собирал. Ну, там только Чирзуман был. А, Ян Год, ну, там, в общем, с Ян Годом не сложилось немножко. Это который Ян Гджи? Ян Гджи, который в найме сейчас, который сейчас молодец, стал рабос. Но когда я приходил в команду, у него был пул, два героя, и он не хотел работать. Я ему говорил, играй в паблики. А ему, представь, парню 17 лет было, и он просто не играл в паблики, и у него был небольшой пул. А мы все работали, старались, и меня это очень сильно триггерило. Я попросил заменить его на Кодоса. Тогда был от Кодос до Империи. Его Империя заметила в Немиге как раз. А потом мне пришел в НВ, по-моему, от Бристоманс. И это была команда с зарплатой. Мы играли вообще турниры по 250 евро, ESL, я помню. Просто не КВшки, а просто турниры, чтобы деньги подзаработать. И вот в первой моей команде был Киломайнсер, Ластхера, Соху и Пьюрсер 5. Но позже Киломайнсера заменили на Собеда. Это была моя первая команда более профессионального уровня. Ты часто играл с Собедом, ты часто играл с Ластхеру. И опять-таки снова с Ластхеру сейчас. Да, уже третий раз. Да, как так посмотри, всегда меня это удивляет. Я, может, действительно далек от профессиональной доты. Вот вы собрались, допустим, один раз, там, в 2018 году. Вы собрались там в командой, вы пытались играть, и вы не смогли там добиться больших высот. Потом вы уходите в другие команды, играете, потом снова собираетесь вместе, снова играете, потом снова уходите, потом снова собираетесь вместе, играете, участвую снова с Ластхеру. От чего зависит успех вот таких связок? Если они, допустим, вот играли раньше, не получалось, потом собрались. Вот как Fly to Moon сейчас. Они же, это, там, Iceberg, Fly, вот вдвоем, да, они до этого играли, получалось. Потом перестало получаться, а потом снова получается. Как это работает? От чего это все зависит? От патчей, что ли? Fly to Moon вообще гений, я тебе скажу. Я не знаю. Они большие молодцы. Они, вот знаешь, такое чувство, что это пять друзей, вот реальных друзей, которые могут другу сказать любые слова, вообще абсолютно любые, и никто ни на кого не обидится. И успех команды заключается в том, ну, по моему мнению, когда ты можешь сказать что угодно любому игроку, и он не воспримет это близко к сердцу, не обидится, не затильтится, и ничего такого не будет. Потому что я уверен, вот я не в команде Fly to Moon, но я на 100% уверен, что они другу доверяют на 100%, просто вот на 100%. И успех команды, во многом это зависит, когда все другу доверяют и могут сказать любые слова, вот, и плохие, и хорошие. А это не то самое вот друзьяшество, о котором раньше любили, говорить как негативное что-то? Ну, знаешь, друзьяшество, блин, знаешь, я тебе бы сказал, я бы дополнил, чтобы еще у всех цель была одинаковая, выигрывать, вот. Мотивация. Мотивация и цель, да. Потому что когда ты хочешь посесть на зарплату с друзьями и играть в ForFan, ну, типа, и вообще, я не знаю, есть ли такое понятие, и я не уверен, что друзьяшество и так далее. Я просто этого не застал, я про доте так 2 года. А сколько ты вообще играл в доту до того момента, как ты попал вот именно на профсцену? Вообще, я начал в доту играть, вообще, именно, в принципе, играть. То есть, там, первые 100 игр у меня были, вот я уже отыграл 100 игру, и я смотрел финал International Na'Vi Alliance в 2013 году. Вот с тех пор вот где-то так и играю. Пупей, давай отпушим. Нет, там был Фурион, я был лютым фанатом Бульдога. Точнее, не то, чтобы его самого, а именно его гейплей на Фурионе. Я помню, что первые тысячи игр на Фурионе, ну, первые мои игры в доте, это были на Фурионе, и я вообще никогда не дрался. Вообще, в принципе, эти драйки не были интересные. Я покупал Некра, шел в лес или там на линию, покупал Некра, покупал Дезолятор, Бонту, все, чтобы крысить, на крысу доту играть. Но болел я за Na'Vi, так-то. Естественно, а куда же, как же иначе? Да, но у меня очень понравился гейплей. Я еще не понимал, почему его не банят. Офигеть, думаю, блин, не забанили, зачем, почему? Вы же проиграете, это же Фурион, Бульдога. И так и было. Висп ЦК же еще был, они же Альянса весь год еще, по-моему, и Висп ЦК играли. Висп ЦК, в моем понимании, тогда еще, меньше было понимания, я видел, что Фурион не проигрывает. Знаешь, была статистика, 8-10, выигрывает Бульдог. Он на Фурионе не проигрывает, его не банят. Я такой, блин, почему? Не понимал. Вот, перейдем к Веге. Давай. Вы чуть не порвали всех и чуть на Инт не поехали. По-моему, вы собрались за месяц за квал, да? Где-то за три или за четыре недели написал SoBed или Олег Ласхера. Сказали, что, возможно, нужно будет J4 взамен, потому что у меня проблемы со здоровьем. Я сказал, окей, я не против. Типа, я ушел с Немиги уже как два месяца, нигде не играл, стримил. Вот, я после Немиги ушел в стриминг, тогда я помню, что я на контракте был. Вот. И, в общем, за две недели или за три, или за две недели мы начали играть только до квал. То есть вообще даже особо как бы... Вы друг друга хорошо знали до этого? Ну, я знал, я знал хорошо Олега, я знал хорошо Виталича. SoBed, да? Да, да, SoBed, да. И ГПК, и Ханя я не знал, но мы легко подружились. Я знал, что они хорошие игроки, молодцы, и было приятно с ними играть. А вот как считаешь, вот успех, вот успех, это вы, это, как бы ты это назвал, вот, допустим, одним словом, команда собирается за три недели до самых важных квалификаций в году, опыта совместной игры именно в пятером практически нет, и вы остановились там в одном миллиметре практически от интернешнала. Как ты объясняешь успех таких вот явлений? Кураж или звезды совпали, или как это, или просто ГПК откопался, который потом... Вообще, я тебе скажу, что у нас на буткемпе стояло два ящика с энергетиками. И я только недавно понял, как они работают, ну, то есть, в общем, мы пили эти энергетики, это у нас были, знаешь, и плюс все были в очень хорошей форме, на плюс морали, вот, играли неплохо КВ. Я бы не то, чтобы верил, что у нас есть какие-то большие шансы пройти на интернешнала, но после первых игр я вот такой думаю, нифига себе, думаю, о, круто. Слушай, это не вы нас выгибили в открытых квалификациях Панга? Нет, вас выгибили казахи, насколько я помню. Казахи, точно, помню. Но мы, я помню, с Панглерами не хотели играть. Панглеры были единственные, кому мы проигрывали на КВ, а всех остальных мы вообще очень... Я открою заявку тайны, тогда Даня же был уже, вот, Квалан в Панга пришел, и за месяц было сыграно миллиард КВ, и винред был около 85% на них, если там не сидит. Просто потом произошло то, что произошло, скажем так. Так, пришли казахи, короли OpenQual, и объяснили, что ваш винред на КВ, это все вы можете, вот... Помню, мы играли в КВ, вот, КПК очень хорошо всегда играл, но против Дэнди он всегда почему-то не выигрывал. Но ладно, у Дэнди были контрпики, и, знаешь, это не то, чтобы я хочу там сейчас какие-то теплые слова сказать Дэнди, а так реально было, вот. Дэнди играл на Марсе. Да, Дэнди играл, мы его назвали Дэнди Даня Марсианин, помню. Я помню, мы на КВ не банили Марса, они пикали Марса, а потом мы знали, вот, будем играть, и Марса мы забаним, вот. Я только что придумал название для подкаста на ютубе. Дэнди Марсианин. Да, естественно. Не-не-не, не Дэнди, Даня Марсианин, мы его звали Даня Марсианин. Да. Кликбейт. Ну, КПК тогда вообще всех выносил, я точно помню, он молодец. Вообще, КПК интересный парень, он очень приятный. В публике, я помню, он был токсик, а в команде он был улыбчивый и добрый. В чем, ну, я не знаю, можно ли применять слово феномен, но в чем вот смысл этого большого-большого шума, который был вокруг него, вот весь сезон? Его сватали везде, всюду. Все считали, что это самый востребованный должен быть сейчас игрок в миде, на корр позиции. Ты с ним вот играл, и потом ты наблюдал. В чем его, в чем сила брата, как говорится? В чем его достоинство такое, что настолько сильно его ценят и хайпят? Ну, во-первых, окей, у него есть, я бы сказал, вот что я заметил в Дане, его тоже Даня зовут. А я от этого, еще фамилия похожа. Да, он умеет хорошо фармить, и он всегда умеет оказаться там, где он должен оказаться. И в этом есть суть очень хорошего мидера. То есть он всегда был большим надфорсом, и он всегда помогал выиграть сад линии. Я всегда мог его позвать на смок, сходить куда-то, и он, ну, то есть он мог вроде бы не фармить, а потом бац, он топ-1 надфорс, и у него крипов больше всех, хотя он вроде бы и со мной бегал. То есть какой-то феномен получается. Но вообще, в целом, я тебе скажу вот что. Если ты откроешь лидерборд СНГ мидеров, то ты увидишь No-1 на первой позиции, и ГПК на втором, или на поворот, там, не знаю, они там в топ-10. А вот только что была новость, извини, только что была новость, что он стал лидером EU лидерборда, кажется, ГПК. Ну, ну вот. Вообще-то среди всех. А потом ты посмотришь на, вот, знаешь, будешь искать СНГ мидеров, и такой бац, 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 смотришь, 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 и бац, уже сотый ранг. А, то есть ты имеешь в виду, что в хай прям супер-хай, там только двое? Не, ну, я бы не сказал, что рейтинг это показатель что-либо, но как факт, знаешь, вот, No-1 и ГПК, вот они в топ-5 лидерборда, а остальные мидеры, они как бы пониже. И, ну, получается такой вот и показатель. Просто вот поэтому и был хайф вокруг No-1, потому что, ой, фу, No-1 и ГПК, просто потому что конкуренции им обоим сейчас, ну, как бы нету. Ну, как бы, она как бы есть, но они очень хорошо играют, они очень сильно выделяются, скажем так, относительно других. У каждого будет хорошие игры, у каждого будут плохие игры, но они выделяются, да? А чем именно выделяются? Вот это же командная вроде игра, очень многие любят говорить, командная, командная игра. А чем она именно выделяется? То есть красотой перемещения по карте, или, ну, как это, или агрессией на лайне, или, вот, я просто мне, вот, как помоечки, скажем так, мне тяжело понять, чем же игроки как вот проигрок выделяет другого проигрока но ты уже объяснил что он может как 2011 прийти гангануть линии да но при этом как в 2020 еще и на творступ один иметь при этом хороший мидер это тот который выигрывает компетитив но как же особо не выигрывал компетитив но смысле он выиграл в гамбит они ездили на ланы потом они что-то там посрались ли что-то не знаю что у них произошло и на моем понимании выигрывать компетитив это допустим рамзес но он там роджер там которые там окей давай предложены выигрывали да я имею ввиду выигрывать компетитив мы сейчас смотрим в снг вот снг он уже выигрывает компетитив правильно ну гпк вообще ну то есть у них большой пул героев а может закрыть любого героя хорошо стоит линию он хорошо фармит он умеет резервировать свое преимущество он не знаю он хорошо умеет доносить свою информацию в войс то есть это он хороший тиммейт ну то есть это оркестр в общем да у него очень слишком слишком много плюсов вот и понятно что в принципе хайп вокруг этого игрока понятен и легко объясним и обоснован скажем про да отлично перейдем класс хиро но дорогой твой напарник давайте сразу про двух напарников таких именно закоренелых сначала subet с которым ты как сам сказал играл вроде как четыре раза ну да и не знаю уже может и или может мы там тостаки какие-то тестились кину то есть бывало на писька им сейчас в общем часто играете вместе и как бы возвращаетесь к корням скажем так вот subet его почти он почти в наве оказался и наве писали что вот нам нужен такой как subet потому что он там какие-то у него есть таланты скажем так который нам подходит но ничего там по ходу не срослось а ты как вот как считаешь что там могло не срастись вот зная subet и понимая кто в наве играет сперва скажу что subet это один из моих лучших тиммейтов которыми мне доводилось работать у него есть свои плюсы и минусы плюсы это том что он очень инициативный вот он вроде бы как хорошо разбирается не всегда хорошо умеет донести информацию но в принципе грубо говоря если он захочет оно и донесет но у него есть минусы например там какое-то подгорание вот внезапные может там за тильтится в общем самая большая проблема как и я вижу это тильт но у него супер много других плюсов вот это ну вы знаешь что нейка он наверное похож чем-то на сенейка я бы сказал но именно по службе акбара лично не в играх не видел я тоже никогда в жизни даже не слышал бойца акбара но по фидбэкам он чем-то очень похож на сенейка вот и ему сказать что только что нави убрали сады к и к ним пришел человек который похож на сенейка и они это поняли но они очень похожи на я не знаю как он был в на ве можно мы не будем гадать конечно я просто целом я бы сказал что суббит вот я вот просто я знаю суббит уже очень много раз не играл и мне будет легко с ним работать вот вот что могу сказать и о молодец и я верю что у него все еще получится и надеюсь удачи ему пожелаем до last hero с которым вы вместе в бейт сейчас у нас и тоже о нем много говорили еще со времен веги вот той 19 года я к сожалению честно не знаю где он был до динамо бресте а до этого в финляндии мы играли за футбольный клуб динамо брест нас я помню что такое что такое отдаленно но это было легко для меня забыть динамо брест это круто конечно был самый лучший буткемп это не знаю это просто идеально буткемп лучший буткемп который у нас был в одном из самых элитных районов минска там где вокруг природа птички до центра минска дал недалеко ехать на самом деле вот недалеко трехэтажный коттедж там тренажер теннис огромная поляна где можно мяч попинать в футбол потом мы попросили сделать нам кольцо баскетбольное нам сделали баскетбольное кольцо уже там через пару дней вообще большой молодцы они продолжают играть еще нет они отказались от киберспорта у них там был у них был с кс у них было дота у них было фифа но у них по ходу возможно фифа осталось а может даже не и фифа не осталось не знаю а вот вопрос такой вот ты сейчас описал буткемп мечты и вот сам как считаешь качество буткемпа влияет на результат есть две стороны медали в динамо бресте у нас была каждая своя отдельная комната свой балкон и что круто там просыпаешься один и идешь там выходишь вниз и круто но в веге мы жили все в одной комнате все шестером на двухэтажных кроватях перед спальними что-то обсуждали общались прикалывались и это на нас бежала это круто на самом деле и я бы не против бы еще ну будущем на ком-либо буткемпе со своей командой жить в одной комнате чтобы общаться и с дружатся да мы жили в одной комнате вы меня что должно быть чтобы остальные игроки разделили с тобой это желание потому что очень многие игроки на борт от этого да я согласен и ну я я не знаю как с другими прошло прошло было бы но именно веге у нас я бы сказал возможно если бы жили в разных комнатах мы бы не показали хороший результат возможно вернемся к ласт хиро ласт хиро ты с ним играл тоже как и с у бэдом один раз два раза там сейчас на третий раз уже доиграешь ну не точно 3 может тоже 4 3 наверное динамо брест вега и сейчас объясни свою веру у меня есть какое-то понимание в оффлейнерах что в оффлейнерах главная стабильность и вот олег он стабильный вот он молодец именно оффлейнер должен быть стабильный или вообще любой игрок потому что не каждый любой игрок должен быть стабильный но вот олег вы знаешь он такое закринера оффлейнер у него есть там все оффлейнеры в пули он сыграет практически на любом герое он понимает как стоять линию он понимает где и как надо заколить у него есть возможно свои минусы может он где-то там как бы у каждого игрока есть свои минусы но вот я считаю что вот олег он один из самых лучших лайнеров в снг вот и имея очень приятно с ним играть большинство все-таки все равно зависит от 1 2 позиции как они вместе с друг другом работают как они ну стакаются друг другом все равно ты знаешь я тоже так думал тебе конечно виднее в любом случае но я вот ты замечал что к оффлейнерам оффлейнер это какой-то такое знаешь тоже ядро он не просто так же говорят core тоже персонаж у флейн правильно же тоже считается как core в оффлейнер верно ну ладно я правильно сказал конечно вся команда должна играть хорошо и не один и два но имею ввиду что от импакта знаешь от одессы двойки мог зависит а фейнер то просто вот он стабильный достану где когда надо окажется там где должен и она делает что слышу из не просто часто слышу что вот есть у флейнеры которые супер жадные например которым нужно фармить как будто не первая позиция условно а есть у флейнер который с тапком будет столько импакта что мама не горюй и и и не про одну другую позицию такого никогда не слышал надо либо ты либо саппорт и значит бедные четверка там подфармливающие подворовывающие где-то кэри всегда фармит на твор стоп один там мидер всегда там тоже либо убивает либо фармит но про фейнера то что такая резонансная вещь вот либо жадный либо голодный я соглашусь и я вот качество флейнера не определяется ли случайно тем что он может одинаково вынести импакт будучи и голодным и жадным знаешь главное уметь сыграть и голодным и жадным вот да я про это и вот олег вот допустим во время беги мы часто его просто продавали вот просто продано и он умел камбэк носи умел висим пак но при этом в то же время мы могли ездить на него сыграть я тоже в лес бы супер много импакта то есть там будут видели на аксе пару игр где в соло просто соляра соля соляное как там говорят да как сделал камбе камбэкнул игру еще потом то что я знаю олег очень не любит когда играют не ну не на него знаешь когда его продавая ты точно знаю вот он такой дни и продавайте любит сказать блин ну ты чё какой оффлэйн какой трипол оффлэйн парня ну какие зачем ну почему хорошо давай спасхера понятно теперь единичка двоечка и четверочка значит в команде ты оказался с кристалисом и файфап или как сап правильный по поводу как кто-то грошу сап но в конфе вы постоянно говорите файфап запутался уже как правильно ты вы с этой парой игроков иностранцев вы играли еще и до бейт правильно где-то вот начинали играть верно в общем давайте расскажу историю на чем ты ведешь играл я во флайта мул 2.0 вместе с ноуфиром и нам нужен был керри то что если данном в общем у нас были же нагласия точнее он в общем но не пошло вообще не пошло да ильдан молодец мы старались и до конца держались вместе и просто илюха сам решил уйти скажем так и вот мы затестили кристалиса мне понравился но он там сделал плохой муф и саня на эфира он подгорел и искал что нужен более опытный керри а я просто а мы до этого играли симпатии и мы выиграли все игры и вот его нофир кикнул но я написал ему вот теперь друг не расстраивайся давай давай дальше играйте вместе паблики вот и мы играли паблики мы выиграли все игры подряд вообще все мы так это ссори за спойлер мы так помню мне было 8 100 или 8 200 мы так 9к взяли ну в пати вместе вот ему 9 200 мне 9000 и в общем мы играли какие-то квалы он собрал какой-то европейский стак там был пайвап и плюс 3 скам так вот два получается ты мне не нет я еще был в флайту мун 2 0 и мы проиграли кит какой-то не самой сильной команде я не помню никнеймы в 1 8 а вот и команда кристалиса они вообще выиграли эти квалы и на следующий день мне кристалис пишет давай мы кикнем нашу пятерку и ты пойдешь к нам у нас еще пара гака это намечается там хорошие условия прямо очень хорошие я сказал но вообще окей гол и в это же время и псалден типа не хочешь ты попробовать и я сказал тогда что я хочу попробовать именно с этими датами выиграли квалы типа и у нас там какие-то предложения рга но искал что типа отпишу если вдруг решу ну играть вместе с попробовать вместе здание я типа не был мне не был против вот мы играли 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 и в итоге оказалось в той команде есть какие-то минусы у меня флайнер играл на вальскинге блузикере короче не о том что чем надо было играть у них были с файлапом разногласия мы с кристалисом очень хорошо играли потому что мы ну в общем мне нравилось как играть кристалисом скажем так мидер у нас был тоже очень хороший мне очень нравился у него были свои минусы но был и плюсы в общем будущем я бы не против был с ними еще раз пересечься у него ник мио вот в итоге в итоге в общем у нас не не шло с камтак вот не шли вперед написал и у нас были фри дэйс у нас были три дня фри дэйс или четыре я стал данью типа я не против попробовать мы созвонились и он спросил с кем я хочу играть я сказал предложил взять с нами кристалисов файвапа да я сказал да вот я не против я пришел файвапа кристалису вот я думаю что уйти с команды пытается в другую не хотите вы пытались со мной вот и они согласились время от воды я что-то говорю говорю все выпил и они согласились и мы потестились и принципе было неплохо имя я сразу обрадовался что есть олег вас хера уже здание согласился играть ну и как-то так мы неплохо сыграли или наоборот мы плохо сыграли на в общем гала что было атмосфера дружеская рабочая вот рабочая там сфера на без всяких без школьников которые будут орать выходить из корда кричать друг на друга в общем это плохо вот у нас убей так такого нет и это радует отлично а вот на на 6 такое расхожее мнение что интернациональная команда ли снг менталитета не работает не работает или работает плохо работает что вот много случаев было в истории снг где вот были иностранцы в команде еще что-то и это никогда не работало нормально вот как ты не мешает языковой барьер или там менталитет барьер это все да знаешь я бы сказал что европейцы не понимают скорее не понимают людей которые там могут покричать друг на друга или там повысить голос и если тебя этого нету то это уже нету разницы менталитете особо я тебе бы не сказал что у нас какой-то большой металлитет большая разница металлитетом между файлапом но или допустим кристаллистом мы спокойные ребята мы находим общий язык понимаем мы понимаем для чего мы здесь сел собрались вот и поэтому нам не сложно работать на самом деле вот а есть команды где условно где-то какой-то русский парень который любит покричать и а второй может этого не понять к примеру я не говорю что рамзес орет там в всех командах он я думаю хорошо все ведет этого в пабликах как многие игроки любят много чего сказать но есть игроки которые в командах орут и любят поругаться и поспорить и не найти общий язык и не прийти к чему-то общему я вот думаю что то вот ты про этот металлитет гриш я бы сказал что это большая самая разница они видим просто любят когда все спокойно когда все размеренно без эмоций но я по ним и видно на самом деле пару раз слушал они такие очень я стандинал за команду викингов они вообще новость почти играли ну то есть как то так говорили очень мало информации но но очень полезной информации то есть они и в общем очень максимально чилова играли это круто то есть европейцы они очень как-то спокойно играют мало слов и мы вот часто был любим говорить много с контакт ну в общем мы говорим больше чем европейские команды у нас как бы три русских но в целом мы не ругаемся с контакт то есть у нас какой-то какой-то миддл ну то есть какой-то миддл есть команде который все это какой-то баланс между снг и европы у нас команде вот что скажу ну и замечательно давай не будем прям все карты про фишмана раскрывать сразу потому что иначе потом быть просто уже не интересно нечего спрашивать скажем так давай напоследок назови-ка мне сборную белоруссии двадцатого года со мной или без меня ну давай давай представим что ты тренер давай представим что я тренер окей давай на пятерку мы посадим фнг потому что потому что молодец я тренер на четверку мы посадим особо да но и сострал особо но суббетом молодец астрал тоже молодец но вот больше молодец на флейн мы посадим вот типа есть ласхера или чешир или мастери который сейчас в империи зажигает прям они он молодец я вот не знал что мастери белорус сколько вас белорусов доту играет обалдеть мастер живет через дорогу от меня и мы иногда гуляем так сказать про доту на свежем воздухе проговорить массе он большой молодец и давай давай в комментариях напишет кто лучший оффлейнер из этих трех а вот мастери чешир чешир или ласхера а еще есть белорусов лайнер выкиньте сразу всех ну и казал есть конечно петушара я не то это байт все петушару напишут давай то что выберем из формулы потому что это он easy win здесь да он тут автоматом да автоматом победа срочная победа у них вот ласхера и чешир они очень похожи очень похожи в чем-то с собой арка а этот мастери он у него он вот какой-то другой тип немного оффлейнеров и это тоже круто наверно вот но я не играл с мастери давно я кстати когда ты играл с мастери года три назад в команде с ромашкой вот вспомнил там был не казал там был мастери шо это я а потом он ушел с мастери пиво шли в немигу окей мид но мид давай давай предположим что у нас есть два мидера в беларуси это слайд и эргон но у эргона результат лучше и он большой молодец играет в team spirit в принципе как говорил мидеров у нас мало и он один из тех мидер который наступает на пятки скажем гпк и на вану он молодец но один из тех многих мидеров потенциал скажем так да окей керри и получается подожди а кто у нас керри палантимоз пиво шестьдесят пять смайли night давай предположим что пиво снигает компенсии в тысячу лет я не знаю он играл бейтак но до этого где он играла но если по я не помню что-то говорила но ними я когда-то было он играл в одной команде за год вот я бы сказал что я не буду говорить что пиво один из лучших керри беларуси я бы сказал что сейчас не пиво он будущем молодец и так далее но ну и я верю что все получится но сейчас данный момент я думаю что палантимоз и смайли night и если бы метами спросил кто последний год был лучшим керри беларуси это был палантимоз то сейчас я не знаю потому что empire большие молодцы они очень хорошо играют они выигрывали турниры просто выступали на сборную собрать как вот как в футболе сборная собираются берутся лучшие команд давай палантимоз и так тренер фишман фнг пятерка субет четверка на тройке выбрать надо last hero чешир мастере на миде у нас играет орган и на кэрри палантимоз да все это сборная на веск или сейчас веску же не играется окси тенавис кезил когда-то отлично если там будут cool stories потом там не было ни одного никнейма из тех кто-то перед к вам перечислили сборным а кто собирает эти сборные сами по себе образовываются не играли квалификации у нас были в квалификациях белорусы болгары финны финны по моему еще там 5 национальности ли 6 или 7 и мы белорусы румыны в общем там была очень жесткая схватка и там была команда фнг джей for last hero по моему аня чешир сонлайт с платимоз и был так это майн контролла в общем нам много было неплохих команд которые таких айпотез но могут выиграли те квала непонятно как чудом хотя у нас был не самый сильный ростер вот и неплохо выступили на весге ну как неплохо плохо но приемлемо скан так дай бог будет еще лучше но возьму больше не будет к сожалению вроде как другие будут турнир где будете играть да 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 так далее хорошо спасибо тебе большое за время который ты уделил хороший очень разговор мне понравилось она чтобы здесь не понравилось правильно это точно а зрителям кстати вот предлагаем написать даже не столько выбрать шишер last hero и мастере вот понятно что мы сами выбираем last hero это наш игрок это надо глупо выборить кого-то другого вот тем более что он просто не хочу обидеть понимаешь это да да ты очень ты как джентльмен да я я бы сказал что они все молодцы и как бы все дники которыми назвал я им всем респекту его никого не забыл да но свое возможно забыл так что извини извиняюсь ранее может кого-то забыл белорусы это сверхнация если что больше чем беларусь только казахи если это вообще инопланетяне они вообще удивительные люди предлагаем людям в комментариях написать свою версию сборной белоруссии а давайте заодно еще и сборную украины а можно и сборную россии заодно подтянуть а потом устроим шоу-матч между этими паттами вру конечно потому что устроим черт его знает все спасибо большое тебе за время спасибо зрителям что слушали ждите новых подкастов мы обязательно будем делать чаще и заходите на стрим я буду менее занудным да кстати заходите на стрим фишмана он тут активно стримит каждый день практически я вижу как он там подрубает мне каждый день ну там раз в пару дней тоже по утрам как просыпаюсь ну да да часто подрубает с бородкой сидит такой важный как филин и там тащат игры да еще раз всем спасибо всем пока пока